Нет, это только внешне выглядит как сказочная феерия. Сколько красоты и грации на каждом метре спортивного комплекса. Кажется, что эти девочки пришли сюда, чтобы только покрасоваться. Но это очевидное заблуждение. Чтобы порхать с такой легкостью бабочки и взмывать со стремительностью лани, нужны годы изнурительных тренировок и преодолений. И они их уже прошли. Мне нравится заниматься, ты выигрываешь, можешь стать чемпионкой, если, конечно, прям на максим постараться. Тем более гибкость дает, это очень хорошо. Ох уж эти мучительные растяжки. Без них никак нельзя. Говорят же, нет предела совершенству. И здесь это особенно понимаешь. Понимаешь и как трудно это дается. Особенно в такой конкуренции. Гимнастки в Московской области очень сильные гимнастки. И они выступают на первенстве России, члены сборной России. Очень сильные школы у нас в области. Эти соревнования очень нужны для детей. Потому что новые правила, было мало выступлений. А сейчас уже все освоились. И поэтому соревнуются с большим удовольствием. В Подмосковье есть свои сильные центры художественной гимнастики. Но и у нас она в последние годы заметно прогрессирует. Мы стремимся быть на уровне Московской области. Выступаем, готовимся. У нас достойные гимнастки, достойные тренеры в мытищах. И поэтому мы покажем достойный уровень. Конечно, первый кубок такого уровня – залог будущих побед. Но что еще более перспективно – это развитие своей тренировочной базы. У нас очень хорошее отделение в спортивной школе «Авангард». И в этом году у нас наша школа получила свое собственное здание. Чему мы очень рады. Мы буквально на днях будем вводить его в эксплуатацию. Там порядка 760 человек у нас насчитывается. И сегодня мы проводим кубок главы городского округа по групповым упражнениям. И надеемся, что он самим традиционным. Ну что ж, заявлена высокая планка для будущих побед. Наверное, кто-то из этих самых юных гимнасток взойдет на свой самый высокий педестал. Но это для них сегодня самый дорогой. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Матищинский.